Камера включается, игра продолжается, кнопка нажимается. Юля появляется. Ты мне предупредил, что ты снимаешь меня. Ты должна быть всегда готова. Я не одета. Как не одета? Ну ладно, прекрати. Я понял, не надо это рассказывать нам. Я только приехала с фитнесом. В самой меньшей степени нас это интересует. Я плавала. Вот, молодец, наконец-то. Ты трезвая? Да, абсолютно. Прекрасно, а то зрители говорят, как не увидим Юлю вечно поддата. А на здравом смысле я тоже была абсолютно. Как чистый лист просто. Чистый поток. Прекрасно. Я очень хотел заехать, чтобы сделать небольшой сюжет. О том, как вы пережили то событие. Какие мысли вас утром посетили. У нас глобальные изменения, Ярослав. Прекрасно. Вселенная нас настолько с Анной подтолкнула. Мы долго не решались во владение взять это место. Угу. Полностью. Да. И сейчас Вселенная сама нам помогла. И мы планируем сделать здесь интеллектуальный клуб. Угу. И зарегистрировать ассоциацию культура. От слова культ-ра. Угу. Солнце. Энергия. В общем. У нас огромный вид. Тебе. 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 Хорошо. Вот. В общем. Глобальный парк. Пошли в тебе. Пошли. С видом на Кремль. У меня просто кровать разложена. Я собиралась уже отдыхать после фигмента. Вы сказали нам, что идете гулять. Ну я сначала решила уже лечь отдыхать. Вот. Поэтому. Сейчас. Подожди. Подожди. Писнимай Катю. Пять минуты. Пойдем. Обалдеть. Вот это да. Вот это мы зашли, дорогие друзья. Снимайте. Восемь. Восемь. Снимайте. Восемь. Я слаб. Взапки. Запарил. Так я убираю. Нет. Нет. Еще нет. Подожди. Погоди. Это все за кадром остается. Пока снимаем крупный план интерьеров комнат. О, что мне спало, чтобы снизилось какое-то слое. О, 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 о. Да ладно, хорошо. Ну, смотри. Здравствуйте. Глобал вейв. Глобал вейв. Ну, рассказывай про свой интеллектуальный клуб. Покажи свои книги. Вот покажи ей книжную полку. Вот это все здесь разложилось. Так мы сейчас еще прямой эфир откроем. Лично вот эта вот книга мне особенно дорога, потому что это Зураб Константинович Церетелли. Это мой хороший друг, каким он стал. Он позволил тебе так себя называть. Он даже больше мне позволяет, но я не иду на контакт. И он мне нарисовал вот такие вот сердечки, сказав о том, что его сердце принадлежит мне, и он будет добиваться меня. Но так как я не готова входить в круги таким образом... Потому что, кстати, Зураб Константиновичу исполнилось 80 лет, вот совсем недавно. И он разрешил моему журналу понять интонацию «Гнезда времени», печатать его работы на наших обложках. И, в общем, мы дружим. И вот в последнем нашем номере... Кстати, помимо интеллектуального клуба я еще начала вести литературный клуб. У нас литературная студия «Понять интонацию» и алгоритмы замыслов. Вот, кстати, наш календарик. Посмотрите. Это под знаком «Трикветра» называется. «Трикветра» — это вот этот вот символ. А вообще это единство души, духа и тела. Вот. Что еще вам показать? А, ну вот, естественно, книги по индизайну и иллюстратору. Молодец. Увлеклась. Все, ясно. К тебе могут прийти, посмотреть. Итак, берем в руки ноутбук. По психологии немножко, да. Мастер-класс. В руки ноутбук. В руки ноутбук. Берем в руки ноутбук. На фоне Кремля надо. На фоне Кремля. На фоне Кремля. На фоне Кремля. У нас вот еще такой вот знак становится. Видите? Что это такое? Это... Ночной гель. Хорошо, что он не лубрикант или как он там называется. Хотя с другой стороны... Как красиво. Мы можем зажечь елочку. Такая-то будет воняя. Воняя. Красивая. Ой, музыка включилась. Слышишь? У меня будет вообще скучно. Интеллектуальный клуб начался с показа двух моделей, заготовленных в соседней комнате. В халаты, да? Нет, они там очень в шортиках. В шортиках, как и положено. Да? Да. Все очень цивильно. Ну, к счастью или к сожалению, конечно, интеллектуальный клуб. Слышишь? Слышишь. Азия песня. Слышишь? Ителлектуальный клуб. Слышишь. Азия. Позвал меня это песня. Красная песня. Которая мне очень нравится. Она практически стала гимном моего душа за эти дни. Вот и сядь, чтобы удобно было, потому что надо будет Заходи в Google Plus Нажми YouTube Вот интернет Нажми на Ярослава Старухина Нажми Google Plus Лента Hangouts Запланирует встречу в прямом эфире Как было сделать потише? Сейчас я сделаю Должно быть ненавязчиво Я думаю, что можно даже или погромче Так Придумайте название Так, значит, а это не сейчас можно придумать? Да Так, хорошо То есть все могут договориться с Ярославом Старухиным о видеовстрече? Да Слушай, мы такое можем сделать, Ярослав, это же так классно Так вводи Сейчас введи и через несколько минут сюда подключатся люди Ты сейчас это увидишь, как это работает А мы эту встречу сейчас делаем? Или другую я могу запланировать? Или ты эту хочешь сейчас запланировать? Да вот, прямо сейчас вот А Ну хорошо, на нем интеллектуальный клуб Интеллектуальный клуб Высотки Давай так, хорошо А я параллельно эту введу съемку, как кино о кино То есть как это происходило? Как включался этот эфир? Слушай, ну я прям бы хоть бы подготовилась Нет, наоборот, репродитация Я вообще не одет Ты даже хоть бы декольте одела, что ли? Наоборот, ни в коем случае Волосы вы как-нибудь Нет, нет, другая парадигма Причесала Ладно, я поняла О чем вы хотите поговорить? Я хочу поговорить о жизни О жизни Отлично Сейчас Сейчас я хочу говорить о жизни Сейчас и каждый день Я хочу понимать законы этого мира и вселенной Интеллектуальный клуб Высотки У Юлии и свою фамилию Я еще не только могу себе Брандируй себя Люди, прошусь Помогите мне придумать псевдоним Не надо псевдонима Ну Хаченкова не запоминается Меня зовут Юлия Хаченкова Все, пиши Хорошо Впиши себя в историю Впиши свой род в историю Впиши род в историю Это мне нравится, конечно Так, ну все Я для всех, да? Да Для всех Поделиться, да? Я уже нажала Так, смотри, что это происходит Все, значит, нужно начать Ну тут есть функция назначить другое время Но мы заходим Начать, хорошо Значит, смотрим, как это все работает Очень интересно Да, да И что же будет сейчас происходить? Пригласите гостей Наводишь сюда мышку Ну пригласить гостей? Ну вот сюда вот Угу Выбираешь мои круги И пригласить Внизу зелененькое Пригласить О, и мы уже здесь Началась загрузка Вот мы видим Сейчас загрузится 100% Вот это да Нажмется кнопка Ярослав, ну я бы хоть причесала Подожди, а как бы тебя подсветить? А мне не надо Подсветить мы и так Или нет? А мы можем включить в эту кнопку Подожди Вот, вот так хорошо Юль, Юль, Юль Мы сейчас включим О, прекрасно Ну а еще Ярослав, ну я даже как бы Почему я не причесала? Так, Олег устанавливает Пришла после фитнеса Драйки, друзья Стоп, стоп, стоп Нажимаем запись Стоп, вот, давай Нажимай запись Подтвердить, окей Окей Еще не все Подожди Сейчас я тебе покажу Как это круто, Ярослав Это мега круто Как ты это сделала? Это же чудо техники просто Все, началось Пошла запись Сегодня 18 января 2014 года 18 января 2014 года Ярослав, не предупреждая меня Заходит ко мне с камерой Тут еще выясняется То, что это все можно транслировать сразу В интернет Я в шоке Я после плавания Не причесанная Не накрашенная Ну, накрашенная, конечно Но практически нет Могла бы выглядеть лучше Вторая камера Вот это да Я в шоке Я в шоке Я даже не подготовилась Вы понимаете? Я даже вот одета Вы посмотрите как Прекрати кокетничать Ты к этому готовилась Всю свою жизнь Хорошо И что же? Что мы сейчас будем рассказывать? Сейчас мы берем ссылку Вот эту ссылку Ярослав, наступим мне три раза Раз, два, три Мы берем эту ссылку Я хочу рассказать Об очень важном мероприятии Да, хорошо Сейчас к тебе придут зрители И ты расскажешь Но чтобы они пришли Нужно их оповестить Что ты начала вещать Им оповещение приходит И в социальной сети Ты вставляешь вот это А вначале ты бьешь Интеллектуальный клуб Высотки У Юлии Хаченко Давай, пиши название Сейчас Так, интеллектуальный клуб Высотки у Юлии Хаченко Да, вот и значит Мы сейчас Нажимаем Enter Правильно, Ярославль? Да Конечно А, не так Как же оставить? Что? А, отправить нужно Конечно Отправить Все понятно Какая вторая камера? Там вот Ну она одна Либо камера эта Надо посмотреть фокус Что фокус А, нет Там все нормально Я понял Сейчас я покажу тебе Так вот Мы разместили Объявление В социальной сети И уходим На нашу страничку Уходим на трансляцию Вот мы видим Что уже появился Появился второй зритель Уже О Это значит Что кто-то к нам присоединяется Трансляция Изображение Транслируется еще И на Ютубе Параллельно На Global Wave? Да На Ютубе Global Wave Там смотрят те люди Которые не знают Прямой ссылки Случайно могли увидеть В плейлисте На Ютубе А сейчас Мы ожидаем Тех людей Которые не спят Находятся в социальной сети Которым это интересно И сейчас Придут в конференцию сюда Вполне возможно Сейчас на других каналах Идет какая-то Другая конференция И люди находятся там Хорошо Давай мы начнем Что-нибудь рассказывать Это же у нас есть У нас же в записи Это будет тоже Конечно В записи Это сохраняется Поэтому Хорошо Я Я бы хотела Рассказать О нашей идее Мы с Моим партнером Аней Пришли к тому Что Людям по сути Очень Мало Где можно Действительно Интересно Провести время И Это же важно То как Мы проводим Свободное время Ой Пришли люди Здорово Здравствуйте Это Эксперимент Для нас Но я вам расскажу Что-нибудь интересное Здравствуйте Говори в камеру Знай где камера Разболошена Здравствуйте Да А дальше читай Смотри Ты являешься модератором Если тебе кто-то Или что-то не нравится Ты на него Не обращаешь внимания Он тебе пишет А ты со всеми общаешься А мне еще могут писать Вот здесь справа Есть чат И с тобой Также могут Разговаривать Поговорите Пожалуйста Здравствуйте Представьтесь Пожалуйста Здравствуйте Нет Попроси зрителей Дать обратную связь А Вы меня слышите Давайте Плюсики Минусики В чат Плюсик Если вы меня слышите И видите Очень хорошо Ну-ка Ну-ка Я слышите И присутствующие Которые никак не отреагировали Это эксперимент Ярослава Который меня удивил Он зашел ко мне абсолютно неожиданно И начал снимать Ну как всегда он это делает А интеллектуальный клуб Это наш проект У меня есть партнер Анна Сема Мы вместе с ней Будем делать Интересные мероприятия Интересные встречи В разных контекстах Одно из ближайших Это Новый год По китайскому стилю То есть 31 числа Если вам интересно Эта тема Мы будем проводить Здесь В этом доме Это Высотка На Котельнической набережной Легендарный дом Символ Москвы Ты хочешь мне еще делать микрофон? Ну да Сейчас мы проверим Насколько Люди почувствуют Ой, смотри, приятно Да ничего страшного Улыбки достаточно На первый раз Ну я еще немножечко Говорить имею иногда Может быть даже что-то интересное Я вам расскажу А вы мне может быть Задайте какой-нибудь вопрос Интересный Я вообще Изучаю Вселенную Законы Вселенной Дарю людям счастье Вдохновляю их на счастье Такой просто Неожиданный вебинар Вы представляете Дорогие зрители Я приехала после бассейна Вообще То есть Я была абсолютно не готова Посмотрите, как я выгляжу Зюбин Спроси, как слышно Как меня слышно Скажите, пожалуйста Как узнавать новости О ваших мероприятиях Отлично Не торопись Не спеши Можно я чуть-чуть Спокойно Да Нет, я имею в виду Что ты Быстрее Спокойно в ритме Спокойно Хорошо Но чтобы они не засыпали Меня можно найти Вконтакте Адрес моей страницы Happy Road Счастливая дорога ID После слэша Happy Road В одно слово И напишите мне Скажите, что мы познакомились На этой конференции Совершенно неожиданной для меня Вот И я вам отвечу Ближайший Ближайший Это 31 декабря Это самый настоящий Новый год Мы Придумали стандарты Мы вписались в них И уже долгое время Живем в них Но самый настоящий Новый год Наступает Именно в эту ночь Да Я понял Развод Вообще развод Ярослав Ты меня удивляешь Да хоть каждый день Каждый день Отрывали из календаря И там какой-то праздник Есть повод Собраться и поговорить Обсудить профессию Ярослав Ярослав Он сейчас просто Меня подстегивает И хочет узнать Как я отреагирую Потому что Он у нас здесь Старый Новый год Просто уходить от нас Не хотел Он пришел Говорит Я уеду в 12 В итоге Он уехал в 12 Вернулся в пол первого И был тут всю ночь У нас здесь было так классно Так весело И вообще Мега интересно Вы посмотрите Какой у нас вид из окна Можно я расскажу Да Сейчас я ее расскажу Тусовка была абсолютно тухлая И быть мне туда вообще не хотелось Потому что находиться в обществе Пьяных людей Ну выпивали Быдло массы Животных Которые утром Какой массы Это был интеллектуальный клуб Практически Которые как только выпили Первый грамм алкоголя Начали сливать Со своей мочой Свои мозги Но Я понимал Что вы Учились не зря Вы вели Прекрасную Психотерапевтическую Игру Ну слава Богу Все это оценили И я Со своей стороны Как обещал Отснять Несмотря на то Что я уезжал Я вернулся И все Мы отсняли Ярослав конечно Как всегда Он Подсыпает Соли Я изначально Хочу показать Что Он просто против алкоголя Давайте начнем с этого Именно это И вызывает у Ярослава Такой активный Протест Этому всему На самом деле Никакой брыдлой массы Здесь естественно не было Здесь был доктор наук Здесь была очень интересная публика Люди которые интересуются Саморазвитием Вечер был назван Вечер исполнения желаний Мы делали различные практики Упражнения Которые были направлены На исполнение желаний И на самом деле Что это за звуки Откуда они идут Может быть кто-то С тобой пытается Разговаривать Ну пишет Мне пишет Значит У вас улыбка такая Что уходить Действительно не хочется Насчет пить Тяжелый вопрос Только если Как средство От радиации Лучше Трезда Согласен с Ярославом Абсолютно С вами согласна Но к сожалению Новый год Такой праздник Что большинство Все таки хотят Как-то его провести С алкоголем Но наши интеллектуальные встречи Которые мы будем проводить Они будут естественно Без алкоголя Какое-то чаепитие Может быть распитие Пуэра Или каких-нибудь Еще интересных напитков Которые мы будем Открывать для себя Может быть мы даже Пригласим чайного мастера У меня кстати Есть знакомый Который будет Проводить чайные церемонии И между прочим Тоже как интересный Терапевтический процесс Общения За чаем А вы знаете Если у вас есть Какой-то вопрос Я готова на него ответить Я сейчас расскажу о себе Вы можете мне задать Сейчас в прямом эфире вопрос И я на него вам отвечу Я занимаюсь Изучением Вселенной Взаимосвязей Которые здесь есть Законы Которые Которые действуют На этой земле И не только здесь Я занимаюсь отношениями Провожу женские тренинги Если среди зрительниц Есть женщины И есть какой-то вопрос То я с радостью Если на то позволит Данный контекст Отвечу на него Потому что Любой вопрос Всегда Чтобы получить точный ответ Он подразумевает Уточняющие вопросы Поэтому я буду Скорее всего Уточнять какие-то моменты В общем Я жду ваших вопросов Также у меня литературный журнал Я веду литературную студию Поэзия Проза Если кто-то пишет стихи Или рассказы Тоже пишите мне В контакт Happy Road Это ID И может быть Мы вас напечатаем В нашем журнале Он официально зарегистрирован Есть во всех библиотеках Москвы И Это очень актуально Потому что Концепция общественной безопасности Говорит Дорогие друзья Рассылайте свои газеты Свою информацию По библиотекам Там люди Как минимум Уже умеют читать И как минимум Туда приходят Знаете Кстати В Ленинской библиотеке Я писала Когда диссертацию Я даже удивлена Потому что На самом деле Очень много людей Ходят в библиотеку Стоят очереди Люди сидят в ожидании книг И меня это радует Потому что Мы привыкли Что мы находимся В определенном месте В определенное время И нам кажется Что другого В этот момент Не существует Ну К примеру Люди сидят И общаются На какие-то обычные темы Которые не затрагивают душу Умы И как бы Вполне банально О том Как прошел день Что было на работе И они думают Что все так общаются Мы привыкли мыслить В рамках того Где мы привыкли находиться Так давайте находиться там Где нам будет давать Это рост и развитие Мы будем делать то Что нас будет направлять К тому Чего мы хотим На самом деле К нашим целям Расскажите о себе Все Я приду к вам И мероприятие Я уже получил удовольствие Улыбка не сходит С лица Предлагаю не только общаться Но и созидать Давайте Владимир С большим удовольствием Я буду счастлива Потому что Создавать Это Моя Самая главная Идея Я хочу создать В этом мире Что-то Действительно Важное Что-то Что Действительно Будет помогать людям Достигать Получать то Чего они хотят Если люди вокруг меня Будут стоять Счастливее Я буду счастлива От этого Знаете Это спонтанная встреча Я на самом деле Ни минуты не готовилась Я даже не довела себя В порядок Я даже не одета Прилично Но Я рада Что так все получилось Значит Это к лучшему Значит По крайней мере С Владимиром Я должна была уже Встретиться И пообщаться Все отключилось И теперь все включилось Так Что же пишет Предлагаю не только Общаться Но и созидать А начать можно С живописи Заметанная Умница Отлично Я благодарю вас Владимир Добавляйтесь ко мне В друзья Ко мне Напишите У меня Удовольствие Заяв У меня Тренинговый центр И они Много пишут И добавлять Я не всегда понимаю Откуда Поэтому обязательно Напишите Что Интеллектуальный клуб И будем создавать Что-то вместе Вот Ярослав Таким волшебным образом Всегда появляется Тогда Когда он нужен Вот Хигаси Добрый вечер И все Михаил Если я Ничего Правильно читаю Ваше имя Он заговорил с тобой Он заговорил с тобой Он первый Он сломался А как так можно Они еще могут Со мной разговаривать Я вообще Честно Ни о чем Не думала Михаил Хорошо Миша Включи камеру Покажи себя Пожалуйста Да не я попросил Да не я попросил А по протоколу С девушкой Общаешься Нет У нее вопрос Не вопрос И на эту кнопку Нажал И вместо того Чтобы камеру Включил Отключил микрофон Михаил Здравствуйте Привет Ты чувствуешь Она совершенно по-другому Стала с тобой Разговаривать Да Когда я вас видела Я совершенно по-другому Это же приятно Когда ты видишь Субеседника Это так важно Когда ты его видишь Вообще приятно Правда Да Очень Выключаю камеру Ревенька Заходите меня Таким Хорошо Пис Как здорово Ярослав Какая интересная Какие-то мне интересные вещи Показываешь Для меня открываешь Новый мир Благодарю тебя Я просто совершенно Не смыслив В этих интернет Возможностях Просто для меня Это как будто Я приехала в Антарктиду Вот То есть совершенно неожиданно Может быть Я вам что-нибудь Что могу рассказать Я вам все что угодно Готова рассказать Наталья От вас стихи Самая лучшая Самая лучшая Эта стихия Хорошо Давайте я прочиту вам Стихотворение Да На ваш вкус Я хочу вам прочитать Первое стихотворение Которое я написала В потоке Есть большая разница Между тем Когда ты пишешь Сочиняя И когда ты ищешь рифму Чем ты меня подсвечиваешь снизу Мне кажется Ты меня укусит Убери это от меня Прошу тебя Свет снизу Всегда портит лицо Наконец-то появилась Хоть какая-то контура В кадре А то не было лица Рислав Поставь сюда Я прошу тебя Я не хочу Ярислав Поставь сюда У нас видите Прямо Ты пока учишься на ведущей Ты не режиссер Площадки еще Будь в кадре Пожалуйста Сейчас я на секундочку Отойду из кадра Микрофон Микрофон Да нету никаких морщин Что ты прямо Она беспокоится о своих морщинах Которых еще не должно быть Потому что мне 25 Но они появляются Когда свет попадает снизу Конечно Если будете бухать И не ходить в купе У вас так и будет Ярослав Да Да Но вы же интеллектуальный клуб А не абы какой Сейчас мы все наладим Молодец Ярослав Петрович У нас еще Коррупция Бедили красоты А? Вы показали Наши глубокие впечатления О вчерашнем Заседании Школы здравого смысла Я участию Юлию лично Юля Я вам говорю Следующие слова Я не могу Ручаться за всех Кто смотрел Школу здравого смысла Но На Андрея Петровича Девятого Который обычно Основным Прокладчиком является Вот в этот раз Было минимум Внимание Потому что Были улыбки Это было Ну что-то Чем-то Браво Но больше Тебя туда Не зовут Почему? Ярослав Ну потому что Ты Полностью Развалила В повешенный кулон Слишком глубокий смысл Дорогие друзья Ну в принципе Произошло то Что произошло То что заказывали То и получили Я попросил Прийти девушек С ног шибательным В виде И с максимально Возможно Большим декольте Я кстати Не вспомнила Твоего И желания Потому что я поняла Что это будет чрезмерно Великолепно И не обманывайте Всех Я правда Никого не обманывала Анна Смотрите Видео Со вчерашней шизы Хорошо Я ее кстати Еще не видела Я хочу посмотреть Вот напрасно Что вы не видели Вы сейчас не спорили Ярослав Ты походу Снимала Не то что я думала Что ты снимаешь Юра У тебя толково Получает Тихо Тема Но мы договорились На стихи Мальчики На токуретке Встали Ждем Лирики Наверное Ну По собственному Вы уже договорились Что-то по собственному Хорошо Да Я Уже начала Говорить О том Что прощите Стихотворение Которое Написала В потоке И знаете Это действительно Удивительное Состояние Когда ты Просто записываешь Не зная Что ты пишешь У меня так Происходит Теперь постоянно Пришли девочки Девочки У меня Стихи У меня Собьете У меня Две девочки В шортиках И в калатках Я думаю Может Я сейчас Девочки А идите В кадр Идите К нам В кадр Катя Сейчас Они сами Придут Они Такие Смотрите Сюда Это Катя Это Оксана Послушница Женского Монастыря Да Ярослав Ярослав Нет А меня Между прочим Ждут Уже 20 минут Внизу А Ярослав Пусть Ждут Юля Мы здесь Уже Все собрались У вас Там должно Быть написано Сколько Уже Слителей И количества Участ Я думаю В геометрической Последовательности Расте Катю Из кадра Не выпускайте И вторую Девушку Давайте Все вместе В кадре Я теперь уже Не буду читать Стихи В таком Не Прочитай Нет Ты должна Входить Ты же Профессионал Или нет Или ты Обыкнов Девочки В халатах Какие стихи Еще раз Ты обещала Стихотворение В потоке Хорошо Любить Дышать Лететь Туда Где нет Дорог Туда Где нет Страданий Где мысли Не сбивают С ног Где нет И расстояний Куда Закрой глаза Ты Истинный Лоток Открой Теперь Тут мир Что так Скрывала Тайна Возьми За руки Тех Кто рядом Чьи души В унисон С твоей Танцуют На рассвете Что дышат Воздухом Одним Позволю Предложи А полетели Вместе И вы В потоке Вечном Навстречу Свету В тот мир Летите На крыльях Веры И любви Вот Это мое первое Стихотворение В потоке Оно не совсем Стандартного Склада Если так можно сказать Но Оно очень глубокое Я не знаю Можно ли Увидеть Су глубину Когда я Говорю Но если задуматься Когда ты Читаешь То Появляется Что-то большее Девочки делают Серьезные лица Они стараются Ну все Спроси Как бы Реакцию Так Ну да Мне очень интересно Петлицу Ставь себе Вот Сюда Мы только вошли Она говорит Я не одета У меня там Ничего нет Так Скажите мне Пожалуйста Ваше мнение Мне оно Очень интересно И важно Тебя слышат Вообще Блеск Высхититель Высший класс Я сказала Красота А слушай Они разговаривать Не могут Выключили Микрофон Просто Ясно 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 Здесь Вообще Так он показывает Нам Вы его не видите А он здесь Такой делает Ну продолжай дальше Давай Ты ведущий Вот возникла пауза Эфир Не должен молчать В шоке Но мягко сказано А три Отлично Я очень рада Дорогие друзья Если кто-то Кто к нам присоединился Любит творчество То у меня Литературный журнал Точнее их уже два И литературный клуб Вот Поэтому Добавляйтесь ко мне На страничку Happy Road Адрес ID Вконтакте После слэш Сразу Happy Road Одно слово Счастливая дорога И вам безусловно О Кто-то кашляет И вы Держи Периодически Кто-то может появиться И кашлять Или говорить Мы сами можем Показывать Вот Поэтому Добавляйтесь Кто-то пишет стихи Кто-то занимается творчеством А вообще Мы рассказывали Об интеллектуальном клубе Который будет проходить Здесь В высотке На Котельнической набережной С прекрасным видом На Кремль На набережную На Москву Прекрасной компанией Что самое главное Интересных людей Мы правда Да Мы очень интересные люди Мы скромные Вот я прям Ну а расскажите Коммерческую составляющую Как вы считаете Вы сможете Вот Вы же должны Где-то работать Наверное Лично я провожу Показывать Да Идите Идите Спасибо вам большое Да За то Что вы украсили наш Что такое поток Что такое поток О Юлия Отличный Я Знаете Вначале вас не было Меня тоже зовут Юлия Кстати Мы с вами тезки Поток Это особенное состояние Когда тебе дается Что-то Что тебе нужно Но не путем того Что ты это получаешь А И как ты добиваешься этого Я открыла для себя Что я Вхожу в поток Тогда Когда я расслабляюсь Когда я доверяю Богу Вселенной Не важно Как это называть Это особенная состояние Я индивидуально Я консультирую Я коуч Я помогаю людям Достигать того Чего они хотят Я помогаю женщинам Разбираться С их семейными Отношениями И отношениями С самой собой Ты решила Создать интеллектуальный клуб И набрать себе клиентов Ты вот хитрая такая Нет Это Если честно Это вообще Прожженная Пиар технология Ярослав У меня достаточно клиентов У меня все устраивает У меня тренинговый центр Мы занимаемся Проведением бизнес тренингов Личностного роста Женских тренингов Дело не в этом Я хочу создать Что-то большее В этом мире Я хочу Чтобы люди развивались И шли К познанию Для меня Саморазвитие Это Моя жизнь Я вижу в этом смысл Потому что мы пришли В этот мир Для чего-то Каждый для своего Я думаю Что На данный момент Или На данном уровне Моего восприятия мира Я пришла Для того Чтобы помогать людям Словом Делом Мыслями Важно Каждый из вас Пришел За чем-то Своим И Самое важное Это путь сердца Самое главное Делать то Что Действительно Тебе нравится Приносит тебе Истинное удовольствие Есть 10 вопросов Которые позволяют Определить Истинный талант Человека И Там Практически Во всех этих вопросах Говорится Одно и то же Что бы вы хотели Делать Даже если бы Вам не платили Денег за это Что бы вы делали Если С удовольствием Если бы вас Разбудили ночью Что Вас просят делать Люди Для них Занимайтесь Тем делом Которое Приносит вам Истинное удовольствие И Тогда вы Добьетесь Всего Можно достичь Максимума Только в том Что дает тебе Счастье Какой смысл В жизни Если ты работаешь На нелюбимой работе С утра до вечера Начинайте делать Что-то Ведь Большинство из нас Вырываются Из этих оков И нужно Это сделать Итак Вы слушали Очередную проповедь От Юлии Хаченковой Дорогие друзья Интеллектуальный клуб На Котельнической Очень дорого Очень дорого Ярослав Мой дорогой Скептик Ну что Мне кажется Нам надо бы Уже Завершать Да Потому что Меня ждут Внизу Уже полчаса И Человек Не знает Что у нас Интеллектуальный клуб Слушай Там В Инфинити Пусто было Там не Инфинити Там Порш Да Сегодня Порш А Инфинити Стоит Наверное Спрятался В багажнике Слушай Я не знаю Где Дима Я Я Не знаю Где он Он сегодня Не занимался Мы кстати Занимаемся В прекрасном Фитнес-клубе Каждый день Я там бываю Присоединяйтесь Надо заниматься Юля умница А я веду себя Некорректно Вот так вот Ярослав Еще пару Ярослав Перестанет меня Снимать Если вы будете Оставлять такие Комментарии Так что Лучше хвалите Ярослава И хвалите меня Тогда он будет Приезжать ко мне Приглашать меня На школу здравого смысла Приезжать к нам На интеллектуальные Встречи Они тебе расскажут Что Что Сейчас создается образ Что Ярослав Эдакий Карабас-барабас Он заводит На своих канал Разных людей И этим повышает Привлекательность И изначально Я тебе сразу говорю Что ты Как любой пользователь Ютуба Можешь создавать Свой канал И у тебя Эти пользователи Придут к тебе Ярослав Ярослав Я настолько Люблю тебя Сердцем Как человека Что мне комфортно С тобой Со всеми твоими Прибамбасами И неожиданными Словами Которые меня могут Выбить из колеи Просто Ну ты же психотерапевт Ты же психолог В конце-то концу Я Ярослав Если ты не сможешь Справиться с таким психом Что же тебе с буйными Делать вообще Ты подожди Если бы я с тобой была На один на один А тут камера И на данный момент Двенадцать зрителей Свидетели Свидетели Это значит Что это Гораздо уменьшает Просторы В которых я могу Выражаться По отношению к тебе И все-таки Это твой канал У меня есть Некое понимание вещей Вот Но дорогие зрители В общем Те кто с нами Спасибо вам большое За то что слушали нас Мне правда нужно идти Потому что человек меня ждет Ярослав пришел Абсолютно неожиданно Как всегда Он любит неожиданные встречи Вот Я надеюсь что На школе здравого смысла Мы что-то Встретимся Двадцать второго Будет школа здравого смысла Какой двадцать второго Да Следующая среда Я вот на двадцать девятый Уже сориентирую А двадцать второго Какая тема Ярослав Она всегда интересна Там будет Андрей Петрович Девятов У Девятов Мне очень понравилось Андрей Петрович У меня Были минуты Чтобы поговорить с ним Но он ответил На четыре моих важных вопроса Благо у меня всегда есть вопросы Ради этого имеет смысл Прийти Два часа подождать Когда кто-то Обсудит там Свои вопросы И потом Иметь аудиенцию Ты меня так хорошо посадил Рядом с ним Я тебе так благодарна Мне очень понравилось С ним рядом сидеть Заметьте Ни копейки Не взял Ярослав Ярослав вообще Он такой Альтруист Ну хорошо В общем Дорогие зрители Добавляйтесь ко мне В друзья Есть ряд вопросов На которые я могу вам ответить В разных сферах Жизни И Happy Road Моя страница Вконтакте ID Моей страницы После слэш Ну все Завершай Что я должна делать Спроси обратную связь Если никто Уже расходятся люди Я думаю Что Они уже Всего хорошего Наоборот У тебя в конференции Все сидят Внимательно Слушают Конечно Ну хорошо Дорогие друзья Еще может быть Будущие друзья Вот Я бы хотела Услышать обратную связь Потому что Это экспириенс Просто вообще Неожиданный И Правда Совершенно Неподготовленный И я совершенно Не одета И я совершенно Мне пришлось Застегнуться Вообще Кофточки Все Потому что У меня даже Нет нижнего белья Вот так скажу Вот такая вот ситуация Вот Поэтому Мне интересно Ваше мнение Вам понравилось Наверное Мы тут такие темы Обсудили Абсолютно разные Стихи читали Потом работа Вообще По полной программе Простите меня Если Я Что-то не то Вам говорила Я не хотела Ждем еще эфир Всего хорошего У нас сядет Очень приятная Случайная встреча Благодарю Случайностей Не бывает Мы все это знаем Ну все Завершай Раз никто не хочет Разговаривать Нажимаем Завершить эфир И потом Завершить Так Ну хорошо Я хочу пожелать Доброй ночи Я хочу Всем присутствующим Еще здесь Восьми Зрителям Пожелать Приятных снов Пусть вам приснится Что-нибудь хорошее Что-нибудь Очень приятное До свидания До новых встреч Завершить И наверху Надо положить трубочку Мышку 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 на экран Найди мышку на экране Нашла Выше Вот Видишь наверху Мышка Мышка Трубочка наверху Красная Ну вот Потому что я блондинка А вот Нашла До свидания И вот еще Там подтвердитель Ой То есть это все еще Транслируется Нет Это пока еще Все снимается Ну а теперь интервью После эфира Ох Ярослав У меня полная версия Этого эфира Сегодняшнего Ярослав Ну ты меня конечно Удивил Как всегда Там Кремль Да А давай я седу На подоконник На мой любимый Я так люблю На нем сидеть Это мой любимый Подоконник Дорогие зрители Я же так люблю Когда у меня была Словная нога Это было моей отрадой Просто Потому что Я сидела Я видела этот мир И Вы знаете У меня даже не было Ощущения того Что со мной Что-то произошло Потому что я Внутренне Обогащалась И думала о многом И второй Такой прекрасный вид Река Которая сейчас К сожалению Чуть-чуть подмерзла Кремль Кремль Которая вдохновляет На подвиги Что упал мой телефон Вот Состояние Какое состояние Вы знаете У меня сейчас счастье Я делаю то Что я хочу делать Я хочу вести Эфиры Я хочу Проводить встречи С интересными людьми Это же так классно Я хочу стать телеведущей И я Ей стану Ты уже ей стала Я тебе должен сказать Что ты ей уже стала Ура У тебя есть свои зрители Ты уже их нашла Они тебя ждут Здорово Тогда я рада Я буду делать то Что я хочу делать И без чего я не могу жить Стоп сняты Стоп сняты Если бы тебя мог Тебя слышит Семь миллиардов Человек Что ты им пожелаешь Что ты им скажешь Что самое важное Я хочу пожелать Любви Потому что без любви Нет смысла Ни в чем В чем смысл жизни В чем смысл жизни Да Для меня это Синергия Нескольких понятий Это Любовь Это Саморазвитие Это Помогать другим Это мой смысл жизни У каждого из вас Он свой Я желаю вам Чтобы вы нашли этот смысл Вот это наверное Самое главное пожелание Ночью 18 января 2014 года Я желаю вам счастья Это была Юлия Хаченко Ух Вновь Я желаю вам счастью Ну а Я желаю вам счастье